Всем добрый день! Сегодня я готовила суп-пюре из чечевицы. Особенность этого рецепта в том, что в этом супе есть мята. Мята достаточно много, она придает пикантность и приятный освежающий вкус. Для чечевичного суп-пюре понадобится чечевица, у меня вот такая зеленая, но вы можете взять красную. От того, какая чечевица, зависит и время приготовления супа, и цвет супа. Если красная чечевица, у вас суп будет таким, желто-оранжевого цвета, а зеленая чечевица, соответственно, будет суп другого. Ну, так, дальше понадобится картофель, морковь, лук, мята, у меня свежая, но вы можете взять сухую. Мята, подсолнечное масло, соль и паприка. Другие пряности не требуются, потому что мята все равно перебьет любой аромат. Чечевицу высыпьте в какую-нибудь мисочку и уберите мусор, если попадется, и хорошо промойте. Если используете красную чечевицу, ее не нужно замачивать, ее достаточно только промыть. Зеленая чечевица, она варится дольше, поэтому ее нужно хорошо промыть, залить холодной водой и оставить хотя бы на полчаса. Нарежьте овощи произвольными кусочками, вы их все равно будете измельчать. Вот я порезала морковь, картошку и лук. Сильно мелко его резать не надо, он потом все равно хорошо измельчится. В кастрюлю высыпьте чечевицу, залейте водой и поставьте варить. Примерно через полчаса положите в кастрюлю морковь и картошку. Если вода выкипела, долейте столько, чтобы она покрыла овощи полностью. Доливайте горячую воду. Теперь можно посолить. На среднем огне варите до мягкости овощей, пока картофель и морковь не станут мягкими. Когда картошка и морковка сварятся, кастрюлю снимите с плиты. В сковородку налейте масло, когда оно нагреется, положите лук и помешивая, спассируйте. Обжаривать его не надо, достаточно, чтобы он только стал мягким. Когда лук будет готов, положите мяту и паприку. Перемешайте. Обжаривать не надо, только прогреть буквально несколько секунд. Влейте немного воды и немного потушите, минут 10. Лук выложите в кастрюлю. Теперь это надо измельчить блендером. Суп пюре из чечевицы с мятой готов. Можно посыпать любой зеленью, но она перебьет вкус мяты, поэтому просто украсьте листиком мяты. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!